Ну что, поговорим про наш живот. Что у нас находится в животе? Ну, конечно, в первую очередь на наш кишечник. Ну, помимо кишечника у нас есть желудок, поджелудочная, селезенка, печень, желчные почки, мочеполовая система и много другого интересного, что происходит в нашем кишечнике. Но я не об этом. Я хочу сказать, что 90% нашего здоровья зависит от работы нашего кишечника. И так как в кишечнике есть такой момент очень интересный, взаимодействие органов живота, то есть это печень, желудок, ну, грубо говоря, можете вот здесь на схеме посмотреть, то если есть нарушение в желчном пузыре, то это может страдать желудок, могут страдать суставы, опять же, мочеполовая система, ну и, естественно, печень, поджелудочная железа, тонкий кишечник, восходящий отдел толстого кишечника и прочее. Вы можете посмотреть и дальше это передается на, опять же, почка, левая почка. Левая почка отвечает у нас за сердечко и за другие прилегающие органы. Это тоже можете здесь посмотреть. И вот об этом, обо всем я расскажу на занятии кишечник 2. Но не торопитесь уходить. Если вы не были на кишечнике 1, вы все равно можете прийти на кишечник 2. Кого это заинтересует? В первую очередь, абсолютно всех. И вот как я, спортсмен, в прошлом занимался спортом, и если бы я знал вот эту информацию, которую я вам расскажу, и помимо этого мы еще промассируем кишечник, глубинно промассируем кишечник, разберем, опять же, артерию живота, и чтобы там не собирался холестерин, чтобы не появлялась ишемическая болезнь. Также мы разберем работу с груди, разберем воротниковую зону, и как все влияет на наш организм. И вот я про спорт. Если бы я знал эту информацию, которую я вам расскажу, то бы я избегал многих травм. Почему? Потому что если есть нарушение в желчном пузыре, то это приводит к определенным травмам в нашем теле. То есть разрыв связок, щелканье в суставах, остеохондрозы и прочие такие заболевания. Помимо этого, опять же, ухудшение сна, ухудшение памяти, это тоже наш живот, по большей части печень. Когда плохо работает мозг, это проблема правой стороны, пищеварительная система. Ну и если брать левую сторону, почки, живот, это может нарушение сердечно-сосудистой системы. Ну и различные ашемические заболевания, инфаркты и прочие неприятности. Также, конечно, интересно будет тем, у кого есть проблемы с животом. То есть есть раздувание живота, есть колиты, застои, недержание, напряжение какие-то в животе, боли с правой, с левой стороны. Это, конечно, в первую очередь вам будет интересно, потому что это все можно убрать путем того, что вы начинаете массировать свой живот. И таким образом вы улучшаете работу пищеварительной системы, снимаете то напряжение, которое есть в животе и получаете эффект оздоровления всего организма. Плюс эмоциональное состояние меняется, потому что наши мысли влияют на наше тело и в первую очередь на наш живот. Но когда мы долго думаем о негативе, это накапливается в виде напряжения в животе, но об этом тоже более подробно расскажу на занятии. И вот это напряжение потом влияет на наше эмоциональное состояние. Когда вы массируете свой живот, то происходит такой момент, как-то работают мозги по-другому. И это реально, это работает. Плюс снимается напряжение с вортиковой зоны, с шейного отдела. Также мы разберем грудь, побольше, конечно, женскую грудь, в плане того, какие там новые образования, фиброзы, миомы, мастопатия и прочие вот эти гадости. Как их можно убрать, как можно промассировать и быть здоровой и не допускать до более серьезных заболеваний, как это сделать самостоятельно. Это тоже я расскажу. И мы еще промассируем воротниковую зону. Потому что, опять же, если есть напряжение в желудке, то здесь пищевод у нас идет к шейному отделу. То есть, опять же, пищевод отсюда дотягивается. Когда желудок напрягается, у нас напрягается шея. И, естественно, появляется напряжение в воротниковой зоне. Это я тоже расскажу, как кишечник влияет на шейный отдел. И на зрение, на слух и другие системы нашего организма. Будет интересно, поэтому всех жду на занятии Кишечник 2А. Смотрим ссылочку внизу. Там промокод и там приятный бомб. Всем привет! С вами был Юрий Чернолетский, ведущий, преподатель Центра Норбекова. Всем пока-пока!